Относится к этому вопросу и по вашему не решили вы это вопрос проблемы городского кладбища города Николаева? Это наша земля, почему нам ее официально не оформить и забрать назад, тем более если они отказываются от этой земли? Решения на сегодняшний момент нет. Я поняла, депутаты проголосовали против ее, потом они обратились в ВГА, чтобы эту землю передали, правильно я поняла? Да, чтобы через сессию передали. А еще вопрос, возникали у депутатов сомнения голосовать или не голосовать, но не по этому вопросу, по другим вопросам земли, в связи с тем, что не принят еще с генпланом проблемы, проблемы и в судах. И они сомневались голосовать или не голосовать по земле на Херсонском шоссе, где должно было быть кладбище, и хотят отдать землю, ну как хотят. Вопрос поднимался о передаче земли МПУ. Вот вы не считаете это, как бы, голосование при суждении времени, так как вопросы в суде и городская земля могут возникнуть кто-то там другие? Нет вопросов в суде по генплану. Ну, не генплан, а план зонирования, прошу прощения, план зонирования. Правильно. Есть судебное решение по зонированию, оно не окончательно, потому что это суд только первой инстанции. Второе. На сессию 21-22 числа вносится проект решения внести изменения в план зонирования. Более того, выделены деньги в 2018 году на 500 тысяч на внесение изменений в зонирование. То есть мы идем по тому, чтобы вот те ошибки, которые были при несоответствии, если они такие есть, их надо внести. То есть деньги уже предусмотрены. Более того, я обращалась вчера с депутатами и консультировалась по поводу того, чтобы обязательно предусмотреть в 2018 году 6,5 миллионов на аэрофотосъемку. Которая поможет нам исправить все ошибки и перейти к новому генплану и к новому зонированию. Вот этих бы 49 гектар, они решили бы проблему кладбища для Николаева? Даже 20. Цифры, которые дают, нам дают, что 1 гектар 1 год. Ну уже по предварительным посчетам там уже закончились у нас места под кладбище и уже как бы негде хоронить. Если депутаты примут это решение, то есть там есть 20 гектар, которые разработаны как проект под кладбище, этого хватает на 20 лет. Не забывайте, что там всего 150 гектаров. 150 гектаров. То есть можно еще добавить столько, сколько нужно. А это не делается для того, чтобы земля на Херсовском шоссе была отдана АМПУ и не использовалась под кладбище? А там вообще очень странное участок. Если вы посмотрите схему, откройте, там вот лежит, там получается индустриальный парк, 150 гектаров, а внутри кладбище. Вообще представляете, 150, а внутри 50 кладбища. Ну вы представляете вообще несоответствие проекта решения об отведении под индустриальный парк и кладбище. Люди на кладбище будут ехать через индустриальный парк, причем там есть всякие зоны, где нельзя даже строить. То есть изначально, когда даже делали проект по индустриальному парку, там тоже была каша в головах, когда вот это все объединили. Я так думаю, что тогда просто взяли и зафиксировали весь участок земли под индустриальное, ну чтобы ничего просто пока не строилось. Потому что за два года нет ни одного проекта по индустриальному парку, ни одного. А уже прошло два года. То есть все равно надо сдвигаться. Ну по вашему мнению, отдать АМПУ было бы лучше, нежели... И 150 гектаров. Да, и 150, есть и 50 на кладбище, и на АМПУ 35, и под еще заводы есть. Только надо это все правильно сделать, юридически грамотно. По вашему мнению, там где 49, не возникли снова споры, выделяют земли, не выделяют, люди одни будут против, другие за? Ну это как, люди одни, это в смысле? Горожане. Ну имею ввиду горожане и депутаты, потому что... А горожане против того, чтобы на том месте было? Ну когда были общественные слушания по поводу... Они были против того места? Люди выбрали то место, часть людей выбрала, чтобы кладбище было на Херсонском шоссе. Ну после этого тоже возникали некоторые споры, и некоторые горожане тоже выступали против. Поэтому к вам вопрос, не возникли по этой территории какие-то разногласия и идеальные... Смотрите, я же не могу сказать, что у кого-то не возникнет. Но люди в Кульбакино, наверное, довольны, что в Кульбакино там не будет кладбища, когда хотели переместить. Где бы ни прилагались предложения, но люди, которые там живут, например, они не хотят, чтобы в том месте было кладбище. Теперь нет такого решения, которое идеально бы нравилось всем абсолютно. Но кладбище всё равно надо строить, правильно? Я считаю, что вообще надо закрыть вопрос к кладбищу раз и навсегда. Просто-напросто. Два года тому назад поднимали, выделяли деньги, и всё это заглохло. Деньги выделялись, но потом их просто-напросто перераспределили. Ну, потеряли два года. То есть в следующем году надо закрыть вопрос по кладбищу. И в бюджете 2018 года выделены деньги. Вот это основное, что было сделано. Вопрос землеустройства и так далее. То есть я полагаюсь на тех специалистов, которые у нас работают, плюс земельная комиссия. Ага, скажите, они анализировали, вот если разместить там стоянку для отстойных автомобилей и грузовиков, там, если я не ошибаюсь, два железнодорожных перехода. Таким образом, здесь железнодорожные линии, которые пересекали дорогу автомобильную, таким образом, если туда будет направлен поток автотранспорта грузового, то, учитывая переезды железнодорожные, там, возможно, будет серьезная проблема транспортная, и это место станет такой точкой остановить город. Вот анализировали, что там удобно ли это? А это собирается, если из 150 метров мы находим, как им предоставили 35 метров для вот этого большого отстойника, то они еще строят дорогу, которую могут пользоваться точно так же и жители Копорио. И что, она будет мимо железнодорожных путей или через... Ну, я техническую характеристику не смотрела, но вот они же представляли сегодня вначале, и обсуждали, и вопросы, я так понимаю, уже тоже им задавали по поводу дороги. Но дорогу они все равно будут строить. У нас задача какая? Поставить, наконец-то, этот остудник, чтобы где-то, ну, чтобы фуры не шли. Другие места рассматривали в обмосте, ну, вернее, в городе Никомаеве для размещения подобной стоянки. У меня предложение, но никто не приходил по другим предложениям. Это приходили вот к этому предложению, так как здесь самый большой участок 150. А, они сами приходили. Да, сами приходили и говорили, более-менее им подходит этот участок. Инвестиция 160 миллионов, и если это мы решим все-таки, хотя бы частично, может, не полностью вопрос по дорожному покрытию... Ну, наши специалисты говорят, ну, там, мы решим или мы не решим. Наши специалисты. Говорили, что будет заседание, вот, когда будет праздновать Новый год, они будут заседать. Ну, вопрос уже сейчас идет, обсуждение. И заседали ли какая-то группа специалистов, чтобы они конкретно сказали? По этому вопросу, да. По именно конкретно? По вопросу размещения на Херсонском шоссе отстойников... Коллекторные. Вот они опять пришли, то есть идут вечные споры, как, что, это... Знаете, перетягивание каната влево-вправо. Мы хотим, то есть тоже говорим о том, что строите дорогу, улучшайте итог. Слушайте, а как они гарантировали, что у них есть эти 150 миллионов на, значит, эти инвестиции в этот коллектор для автомобилей? Ну, то есть... Гарантии могут быть до конца года. А кроме того, любой проект решения... Пока не гарантировали. А любой проект решения может быть подписан в течение пяти дней. Просто...